Латиноамериканское население Лос-Анджелеса в четверг вечером собралось в центре города, чтобы вместе послушать обращения Обамы в отношении иммиграционной реформы. Некоторые плачут от услышанного. Для них изменения в законодательстве означают или новую, более спокойную жизнь США, или депортацию туда, откуда они бежали в поисках лучших условий. Сегодня молодые выходцы из латиноамериканских стран находятся в полной неопределённости. Они учились, но не могут работать. То, что сказал президент – большой шаг вперёд. Как заявил Барак Обама, пока он не смог добиться компромисса между демократами и республиканцами, чтобы провести всеобъемлющую иммиграционную реформу. Однако он планирует принимать меры, чтобы сделать систему более справедливой. Так, по его словам, мигрантам-нелегалам с высокой квалификацией и образованием будут предоставляться преимущества в получении законного статуса. Подобные послабления коснутся и миллионов мигрантов, чьи дети родились или выросли в США. Их избавят от угрозы депортации. Однако про автоматическое гражданство пока речи не идёт. «У меня степень бакалавра в области уголовного правосудия, магистрская степень по общественному управлению. Но, к сожалению, я не проходил по возрастному показателю для получения легального статуса. Последние годы я борюсь с обстоятельствами. Я учился, но не имею возможности работать». «А вот иммигранты с криминальным прошлым могут быть высланы из страны». «У меня нет документов. И, к сожалению, у меня криминальное прошлое. Так что на меня это не распространяется». «В США проживает 11 миллионов нелегальных мигрантов. План Обамы позволит более 4 миллионам из них, которые являются родителями американских граждан и постоянно проживают в США, временно остаться в стране без угрозы депортации. Эти люди смогут официально устраиваться на работу, но не смогут стать гражданами и получить медицинскую страховку». Также Обама сообщил, пограничным службам выделят дополнительные ресурсы, чтобы остановить поток нелегалов через границу. Продолжение следует...